Продолжение следует... Конечно, солнышко, но он еще туншится, но он уже почти готовый, честно. Ну, хоть чуть-чуть так. Даже на запах можно понюхать, он уже пахнет, да? Ну, пахнет отменно. Соблазнительно. Класс. Спасибо, очень вкусно. Вообще рацион состоит, это просто холодная тушенка с хлебом, черствым. А что сегодня праздник такой? А сегодня хорошее солнышко, настроение, гуся подогнало местное население. Решили запотрать и приготовить нормальную, как говорится, еду. Они помогают вам, подкармливают? Да, местное население, вот это честно. Ребята, спасибо вам большое, местное население, за то, что хоть чем-то, как давно куховарил. Все профессии нужны, все профессии важны. Как учил нас Маяковский, да? За стишки его спасибо, конечно. По мере возможности, тут каждый взаимоменяемый. Родился и вырос Еремов в Шахтерске. Во время летних боев его дом был полностью разрушен. Семью приютили родственники. Ради мирного будущего родных он здесь, на линии фронта. И вот эти люди, которые сидят, думают на диване отлежаться, просто в такие ситуации. Я вам честно скажу, ребята, рано или поздно война и к вам придет. Рано или поздно все равно встанете, поднимите свои попы с дивана, придете. А когда ваш дом разрушат, тогда я посмотрю вообще, что вы будете делать. А делать будет нечего. Наплов, приглашаю всех на плов. Папе привет. Нет, папуля, если ты видишь, конечно, не обижайся. Каждый тут делает все, что может. То есть как умеет, так и готовит. Ну так, суховат немножко. Нет, ну конечно вкусно, но суховат. Да, парится. Да, ладно, парится. Водички побольше подвести. Я понял. Спасибо большое. Спасибо. Без женщины никак. Отведав плова с ребятами из батальона Сомали в дружелюбной обстановке, нам удалось поговорить и с другими бойцами. Танцор. Зовут Паша. А чего именно танцор? Ну, с Ямполя так назвали. Старики. Делали блокпост, получается. И у нас там весело было, настроение хорошее было. Как раз и мины ложились, и музыка еще играла у нас. Сибиряки были с нами. И мы танцевали на мешках, грубо говоря, утрамбовали. И после того так и назвали танцор. Работал на железной дороге и еще вдобавок занимался интернетом. Своей фирмой маленькой. Есть семья, двое детей. Сыну пять лет, дочке девять месяцев. Ну, жена волнуется, домой зовет. Ну, у меня так как два дедушки воевала, наверное, осталось еще одни что-то. И приходится воевать. А вы откуда сами приехали? Соловойска. Много ли в подразделении ребят, которые приехали в Крымой районе? Ну, основная масса из Донецка, Шахтерск, Марьинка, Снежное. Все это все драдышко. Во время нашей беседы отчетливо слышны звуки взрывов. Из-за близкого соседства с аэропортом поселок Веселый и прилегающие территории давно стали опасной зоной, которые регулярно подвергаются обстрелам из Авдеевки и Песок, где расположен укрепрайон украинской армии. Главная беда в том, что от обстрелов страдает мирное население. Все люди живут, бабушки, которые некуда ехать, которые остались оттуда. Есть инвалиды бабушки, которые с дочкой с ними сидит. Им некуда выезжать, им нет возможности уехать. То, что невозможно перевезти дальше, потому что она должна лежать полностью. Стать олимпийским чемпионом, но получил травму. После этого выбрался запасной аэропорт, хотел стать юристом. Стоял, не поверите, стоял на терминале, получается, с сумкой уже. В начале мая. И хотел поехать уже по специальности работать в другую страну. Было предложение. Но, может, эмоции у меня высшие, может, ну, не могу. Это мне тяжело, не знаю, там, разговаривать или с девушками знакомиться. А в бою я все нормально. Это донецкий парень Ренат. Ему 22 года. Он успел отмениться в боях в Оловайске и в Донецком аэропорту. Романтик и патриот родной земли. Что заставляет оставаться здесь? Что для тебя в Донецке? Ребят, может, это банальные фразы. Я не знаю. Это и исторически так сложилось. Это особый край. Так получилось. Это непонятное тем людям, которые здесь. Они говорят, что это край бандитов. Да, я даже с этим согласен. Здесь жили скифы, сарматы. Многие люди после того, как были неугодны советской власти. Поверьте, здесь такие люди есть, ребят. Я не спорю, что есть там, может, и на западе Украины, там, их не какие-нибудь бойкие хуцу. Ну, ребят, ну, так получилось. Здесь, извините, живут особые люди, крепкие их характером. Донбасс и так раньше все уважали, а теперь видно его истинное лицо. Поэтому не нужно этого делать. Я был обычный мирный человек. А сейчас вот, ну, сейчас я говорю, ребят, буду воевать до последнего. Не за горами зима. На данный момент бойцы одеты по сезону. Но еще недавно при защите Иловайска у ребят были проблемы с амуницией. Приходилось донашивать форму, брошенную при дступлении украинскими вояками. Сейчас, как сказал нам казах, когда приходят ребята, их в основном есть во что одеть. Вот такие вот ботинки прислал мой любимый писатель Захар Пролепин. Я после ранения 11-го числа, у меня пулевое было плечо, получается, приехал домой, весь в печали. И узнал, что он в Facebook отвечает на сообщения. Написал ему, он воевал этот человек, в ОМОНе служил, в Чечне, в Дагестане. Я ему написал, как печально, как там все, ну все свои мысли написал ему. И написал, что вот как бы зимние ботиночки были бы кстати. И я сам не ожидал, вот через Семена Пегова, через Life News, журналиста, этот человек, ну еще раз я к нему уважением проникся. Я говорю, его книги в меня, может даже, его мировоззрение может даже как-то меня, вот. И благодаря этому я и воевать пошел, где-то повлияло на меня. Действительно, серьезные мужские мысли, без всякого пафоса, довольно, не знаю, довольно такой человек, он глубокий. Ну и вот я ему написал, он мне прислал, вот лично, говорит, извини, что не могу не встретиться, но прислал, прислал мне в оттенке, мне это очень приятно, понимаете. Когда люди, люди не небожители, люди действительно переживают за Новороссию. И это очень, мне лично очень радует, что есть действительно живые люди. Это не как у них эти звезды на Майдане стояли, понимаете, которые мы с вами, ребята, мы себя сожгем, и что там было? Там много чего там было. А это люди действительно с нами одной кровью. Мне приятно, когда такое, понимаете, ко мне обычному бойцу такое внимание. Я ему хочу, вот Захару хочу передать привет. Я не пойму вас, ребята, я не пойму вас, ребята, с Киева. У меня такое впечатление, что нужно, чтобы каждый, кто пишет эти все эти паршивые комментарии и прыщит своей желчью в интернете, у каждого у вас должен родственник погибнуть на этой войне, чтобы вы что-то осознали. Потому что по-другому я это понять не могу. И еще меня кто-то оскорбляет, как вы это знаете, вот это, быдло Донецк и так далее и тому подобное. Это в быдло Донецке все ходят и кричат там Путин ла-ла-ла. Это у нас есть матерные кричалки в нашей стране. Почему так сегодня? Да, наши бойцы могут вам матерные там поздравления, которые могут через журналистов передавать. Но не более того, пожалуйста, пока не поздно. Пока еще вот люди, которые, как говорится, гневные письма там выкладывают. Ребята, давайте как-нибудь разойдемся. Если не миром, то хотя бы на вот этом моменте. Потому что ничего, поверьте мне, ничего хуже, чем хоронить друзей и близких мне. 9 ноября около 4 часов вечера на взлетной полосе Донецкого аэропорта был открыт огонь моторизованным десантно-штурмовым батальоном номер 29 украинской армии. В результате чего ранен боец позывным «Казах». С многочисленными осколочными ранениями был доставлен в госпиталь. Жив идет на поправку. Подробности в одном из следующих выпусков. Оксана Волчонок, Дмитрий Русский, телеканал Новороссия, Донецк.